Поселок Лазаревское, кажется 16 марта, температура за бортом, ну или температура воздуха градусов 7, ветерок такой не слабый, я опять одел зимнюю куртку, вон люди, видите, смотрят, ходят, кутаются, не смотрят они на себя. Так, ну мне поступила заявка пройтись от центра до улицы Лазарева 192, я считаю, что мы находимся в центре, это перекресток улиц Калараш, вот это Калараш и Лазарева, одуванчик, фонтанчик, площадь ЦНК, что еще, вот, парк буквально за этой насыпью железнодорожного полотна. Своё путешествие я решил разбить на две части, то есть вот от этого фонтана-дуванчик центра до железнодорожного вокзала. Надеюсь, вам так будет проще ориентироваться, почему объясню, потому что многие просят пройти очень похожий маршрут, допустим, недавно я искал улицу Лазарева 226, хотя такой возможно нету, мне надо было найти просто 206, а сегодня я должен искать уже Лазарева 192. Задумайтесь, да? Всё тут как бы ясно. То есть я опять же пойду одним и тем же маршрутом. Но в прошлый раз меня просили пойти от вокзала, а в этот раз просят от центра. Поэтому мы разобьем Лазаревскую на участке, в данном случае от центра до вокзала, и вы уже, соответственно, сможете спокойно сориентироваться. Возможно, точнее невозможно, а буду более детально уделять нумерации домов. Вот, чтобы вы шли и понимали, куда вы идёте и где ваш дом, потому что я отошёл 220, а где 192, я-то вам не рассказывал. Ну, честно говоря, до 192, наверное, я пойду завтра. Сегодня мы ограничимся только вокзалом, потому как у меня немножко другие планы. А может быть, попозже, после обеда, совершим прогулку там. Посмотрим. Итак, улица Лазарева. Самый центр. Лифт, который не работает. Надо позвонить в тех службе, чтобы инвалиды тогда, возможно, довезут, если он колясочник, или что-то в этом роде. Тут у нас дом быта, детский мир, всякая такая фигня. Акаши бухают сюда. Так, нормально. Как она везде. О! Белая она нет, теперь пиво. И рыба копчёная. 1 литр. Или, может, я что-то путаю. Не обращал внимания. Всё это улица Лазарева, старые четырёхэтажные дома в центре. Даже можно сказать, что это была моя мечта, когда-нибудь поселиться в этом домике, иметь свою квартиру. Если очень надо кому-то срочно, пожалуйста, квартиру можно приобрести. Ну, со временем это место немножечко угасло. Что-то хочется чего-нибудь более такого, попросторнее. Детский садик. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Это я промок на дорожках. Ничего. Скоро будет тепло, надеюсь. Уже вроде бы как бы чуть-чуть было тепло. Сейчас опять похолодание. Глобальное похолодание у нас приходит. Похоже. Так, улица Лазарева, сорок восемь. Вот здесь приходит. Колодец какой-то, но как бы площадка не очень для игры. Так, красивенько, но не очень. Тут какие-то офисные помещения делают. Институт генплана. А, 300 гривари. Институт генплана. Возможно, кому-нибудь он понадобится, кто приобретает жилье. Но, думаю, вряд ли. Аптека. Здесь можно будет заказать. Медикаменты там по рецепту. Помещение КПРФ. Которое, в принципе, никогда не работает. Хотя я уже рассказывал вам, да? Что представитель КПРФ активно защищал интересы трудящихся. За что пострадал. Пострадал, в принципе, незаконно, я считаю. Как-то его закрыли на 15 суток, а он ничего-то человека не делал. Просто объяснял. Бывает и такое. Близц в Север. Место, где закопаны миллионы. Нет, так-то сделали, в принципе, нормально. Вон там фонарики, столбики, лавочки, детские площадки. Все по-новому. Но что-то как-то, мне кажется, дорого. Не помню, но очень дорого. То ли 32, то ли 37 миллионов. Мне кажется, что дороговато. Я до сих пор не могу понять, для чего вот этот вот красный объект поставили. Такую смысловую нагрузку он несет. А почему он такой глубокий такой? Зачем вот эти вот три столба? Ну, хотите сделать? Сделайте вот лицевую часть. Киров, Близц, Клир. Ну, будут тут собираться, как говорила бы говорила госпожа Новодворская, коммуняки. Хотя к ним я ничего, никаких претензий не имею. Подняли страну люди в свое время. Да, вот есть спортивная площадка. Вот это да. Молодцы. Что вот это вот, залитое бетоном? Подразумевает, что либо кататься, я не знаю, либо что. Но, честно говоря, я не замечал здесь никаких активных телодвижений. Ну, наверное, что-то будет. Или я, может, такой невнимательный. Вот магазин Лего. Вероятнее всего, там продается Лего. Бывал там, кстати, игрушки всякие разные. Ну, наверное, после того, как открылся детский мир, как бы Лего сверху. Вон в том доме у нас детская поликлиника. Не дай бог, но мало ли, может пригодится вам эта информация. Вот она здесь. В районе почтового переулка. Ну, как всегда, особо подъехать в поликлинике негде, поставить машину. Это Ладжевская. Хотя вот тут, между деревьями, я думаю, можно было бы сделать небольшую парковочку непосредственно для посетителей детской поликлиники. Ну, это же я один такой умный. Хотел продиктовать вам номер дома. А есть все-таки с этой стороны дом номер 54. Детская поликлиника. Кому интересно, пожалуйста. Тем, кто захочет приобретать билеты с наценкой, а может и не с наценкой, я не знаю. Вот тут у нас были авиакассы. Я сам приобретал там давно, давно уже приобретал. Но сейчас век компьютеров, я думаю, вы легко из телефона закажете себе билетик-то. Но кто предпочитает все-таки бумажные получить навыки, учите авиакассы здесь. Это тоже улица Лазарева, дом номер 56. Так, время не кончится. Да, я болтаю, болтаю. Сапа не слежу. Так, это у нас остановка почты. Если пройти туда направо, то найдете почту. Ростовский гриль. Тоже я уже показывал. Пароход к морю вот здесь вот. Вон там он. Видите, да? На социалистическую. Скоро-скоро я туда попросил. Пока... В следующем видео, наверное... Че нет, через видео расскажу, зачем. Вот тут нормально у нас вот такие экскаваторы катаются. Вот если пройти прямо, будет кинотеатр Восход. Это остановка почты. Тоже одно из центральных мест, в принципе. И вот на 10-й минуте мы прошли ровно 10 минут от остановки центр до остановки почты. Автобуса здесь ходят дофигища. Кого надо, увеличьте, посмотрите. Кстати, вот есть такие хорошие схемы. Очень хорошие схемы поселка Лазовского. Тут они рассказывают, в том числе, про туристические объекты. Где что, к какому населенному пункту доехать. Вижу Волковку. Вижу Мирный. Большой Кичмай. То есть,